Я также хочу в первую очередь поблагодарить вас за приглашение, за эту возможность Действительно, вот именно в этих стенах, мне кажется, как верующие ходят в храм, там, исполняя свои желания и волю Так и мне кажется, что именно в институте философии человека для меня это событие в самом деле очень важное Поскольку здесь я присутствовал на конференции, которая была совсем недавно и очень заинтересовался публикациями, которые вышли благодаря вашему участию и организации этого замечательного совершенно проекта Для меня крайне важно, потому что конференция и институт занимаются психологией и измененными состояниями сознания Что для меня крайне интересно, поскольку я подозреваю, что все люди одаренные, гениальные, изобретатели, ученые высшего класса Они все имеют нечто сверх нормальное И это позволяет этому миру расцветать и приобретать совершенно новые качества жизни человека И, конечно, обмолвуясь Когда Господь создавал этот мир, подошли к нему четыре ангела Первый спрашивает Господи, а как ты это делаешь? Это были ученые Второй ангел говорит, Господи, а зачем ты это делаешь? И почему? Это были мыслители, философы, мудрецы, которым в основе своей интересно знать, кто мы, откуда, что мы здесь можем сотворить или просто побыть Это тоже радость И все мы как гости в этом мире И не сожалеть о том, что наша гостевая иногда подходит к концу Но вот молодые приходят сюда и также счастливы оказаться в этом волшебном мире Позволяющим проявить такие чудесные свойства, способности и умения Что этим вот богатеет наш мир Третий ангел говорит, Господи, а когда ты создашь этот мир, могу я им владеть? Это были страждущие власти, жаждущие власти Капиталисты, купцы, рейдеры в том числе То есть те, кто жаждет иметь В этом ничего плохого нет, это нормальное состояние человека, поскольку он отличается от животного Все умеренно ведут себя и потребляют столько, сколько им достаточно Человек же безмерное существо во всех планах И вот это чудо И это чудо подводит к вопросительности Или, скажем, в моем случае я нахожу некое подобие И все вот образы и концепты, которые возникли за эту мою короткую жизнь Они являются собой как аналогию, как подобие, как метафору Как некий образ Потому что напрямую сказать что-либо, это ничего не сказать А вот эти перечисленные понятия, они позволяют коснуться глубоко и своей сакральной части И высших тех координат, которые заявлены природой человеческого существа Как подобие Бога В Евангелии сказано, что в начале всего было слово А единственным существом, которое продолжает этот вектор, это человек Поэтому напрямую можно согласиться с тем, что это мы часть Бога Но ученые сейчас пришли к удивительным открытиям, которые позволяют не только этим параметрам воспользоваться и доказать Бога Ну, квантовая физика и восточная философия, округляя и связывая одно с другим Делают потрясающее открытие И я для себя тоже не постеснялся вот в минуты медитации или молчания, скажем так Разобраться в этих сложностях И оказалось, что все проще простого Все мы состоим из одного материала, из которого весь мир состоит Из воды, из земли, из огня и воздуха Это известная концепция, и тут ничего удивительного нет И, скажем, работая там на поле или на грядках, я вижу, что я возделываю сам себя Я земляю И питаемся мы тоже землей Земля чудесным образом дает этот продукт, которым мы можем воспользоваться И овощи, и фрукты, это все земля Вот это земная часть Когда я купаюсь или плаваю, я вижу, что это я в себе Дальше мы дышим воздухом Восточные говорят, куда девается пространство, заключенное в кувшине, когда кувшин разбивается Никуда оно не девается, оно становится в той полноте всего окружения Ну и четвертая стихия – это огонь Это вот то, что мы являем собой как творческий акт Это и есть та сила, которая позволяет, как подобию Бога, творить все, что угодно И это не только касается творчества, изобразительного искусства, театра, поэзии, музыки Но и всего того, что делает мир этот богатым и удивительным А все между тем руками и сознанием человека Поэтому два основных компонента – это мысль и действие И когда мы просеиваем нашу мысль через фильтры, чтобы она позволила нам исполнить в действии Тогда мы спокойно, радостно и уверенно выполняем нашу мысль Вот нам и пройден долгий путь Освобождение из плена И молчаливого познания суть святого бытия и плена И все же смерти вопреки ты сможешь на крыло подняться Пройти слоистые облака и с Богом вверх подняться Пройти слоистые облака и с Богом и с солнцем слиться на веках Являя свет во мрасте и во мгле Для тех, кто после нас глядет Кто смысла ищет и не ждет Кто жизнь готова отдать за свет, которому нас память нет И этот свет горит внутри, подобно лампе и свечи Ты им питайся, им любуйся и молчи Он осветит твой путь в ночи Дорогу влюбляет АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ